Балка АВ 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 пишут В, Б некоторые Y, Б, но это дело вкуса. Здесь может быть как бы нарисовать знаете как я нарисую? Я так как полагается нарисую когда пишутся реакции, то убираются связи, либо связи, либо реакции, либо то, либо другое поэтому я вот здесь вот просто беру связь и нарисую реакцию спросите, почему направил кверху? Да, направляйте к низу, какая разница потом поправите направление, если у вас знак будет не тот ну просто стандартно принято кверху направлять. Я записал эти вот уравнения для определения реакции опоры с чего я начал? Начал с определения с вычисления вот этой равнодействующей вот этой линейной распределённой нагрузки. Ну и если помните если равномерно распределённой то это Q умножается на длину грубо говоря это площадь прямоугольника. А здесь значит площадь треугольника но площадь треугольника известно, что это одна вторая высота, высота есть 12 Q на основание на 3 вот одна вторая Q на 3 обозначил это QS ну типа суммарные ну как-то обозначить надо хотя вообще говоря здесь не очень точное определение этой Q мы Q маленько приняли принято килоньютон на метр ну а QS это уже в килоньютонах это килоньютон суммарные но я специально обозначил так иногда обозначают вот Q но тогда Q используется для перерезывающей силы чтобы не было путаницы перерезывающей силы это святое это Q большое поэтому это отдельно так ладно как я составил эти уравнения сумма моментов относительно точки А равномлю значит я пишу Rb вот Rb на плечо на 5 ну условно я как в термехе принято вот так у нас плюс а вот так с минусом поэтому против часовой стрелки с плюсом это условно можно наоборот главное что в одну сторону с плюсом другую с минусом значит Rb на 5 умножил P вот это на 3 с минусом в другую сторону крутит QS тоже с минусом а вот плечо какое а мы помним что центр тяжести треугольника на 1 третье от прямого угла все 3 значит вот это расстояние лучше написать чтобы потом не было путаницы это 1 значит я QS умножаю на 1 ну тоже с минусом равно нулю нахожу Rb получается 4,8 потом то же самое составляю сумма моментов относительно точки B R,A вращает уже по часовой стрелке минус R,A на 5 плюс P вот на это на 2 плюс QS на смотрите сколько все было 5 долой 1 значит отсюда сюда это будет 4 вот на 4 перенес нашел R,A получилось 15,2 килоньютона нагрузка на левой опоре делать надо обязательно проверку значит вверх значит вверх у нас и вниз должна быть сумма уравновешена сумма проекции всех сил на вертикальной ось то есть часть вверх часть вниз а в сумме получается 0 давайте проверим значит получается R,A плюс R,B это кверху и минус QS и минус P должно быть 0 ну смотрите здесь 4,8,15,2 это 20 да 20 минус это да сходится минус 18 минус 2 получается 0 и вот после этого можно уже строить и пюро моментов перезвучих сил делать будем так будем делать методом сечения значит мы разобьем балку на части на сечение ну все говорят а что значит сечение где начинается сечение где кончается общее правило такое вот если на некотором участке балки ничего что называется не происходит не приложена какая-то новая нагрузка момент кстати момент еще не нарисовал бывают моменты нераспределенная нагрузка не начинается не кончается значит там это будет участок вот значит это один участок это другой участок вот это не в счет это наше так сказать QS это у нас для вычислений было нарисовано в принципе можно сейчас ее убрать она будет только мешаться и так у нас два участка первый участок второй участок дальше выбрать надо где-то начало координат важно и будем делать методом сечения но я сейчас пока без объяснений скажу что начало координата выберу как ни странно на правом конце сейчас будет понятно почему я так сделал вот это начало координат вот X идет отсюда вот я сделал сечение на первом участке но я номеру второй как ни странно здесь первый участок здесь второй участок можно не номеровать можно римским это несущественно главное что результат был бы правильный и так вот здесь я сделал сечение что значит я сделал сечение значит часть балки просто говоря отрезал и даже не рассматриваю эту часть рассматриваю но естественно как у нас в механике принято если отбрасываешь связи в данном случае сечение выполняет роль связи заменяешь реакциями но принято сопротивление материалов так по крайней мере у нас в машиностроительных вузах мы моменты строим на сжатых волокнах а чтобы сжимать вот это вот это верхнее волокно ну и сверху конечно будем накладывать надо прикладывать вот такой момент вот такой момент такой момент будет положительным это первое значит момент положительный если сжимает вот это верхнее волокно Значит, вот такой момент положительный А перевязывающая сила будет та Это, кстати, в любом ВУЗе и машиностроительном, и строительном Кстати, в строительном здесь наоборот Если сила Q вращает по часовой стрелке, она положительная Но какая Q? Вот такая положительная, и такая Q Это Q Значит, мы должны, смотрите, что сделать Составить сумму, например, моментов относительно любой точки Кстати, все равно относительно хоть этой, хоть этой, неважно Эту сумму приравнять к нулю и найти из условия равновесия реакция опор Но если мы будем писать уравнение, потом его решать То получается на одно действие больше Но смотрите, как я должен тогда приложить реакцию в другую сторону И Q тоже в другую сторону Потом решить, найти, ну, получается, что надо делать два действия Сначала составить уравнение, потом перенести в другую сторону Все, кроме неизвестного момента И получается, что проще сделать так, как я нарисовал То есть я здесь рисую не реакции и опоры, а правила знаков А правила знаков с точностью наоборот по отношению к реакциям То есть я, может быть, даже отбрасываю всю эту философию Просто, так сказать, принято так, что на правую часть На правую часть у нас Q правила знаков вниз А M против часовой стрелки Поэтому получается на первом участке Q На первом участке длиной X Вот длиной X Q это направлено кверху, а правила знаков сюда Значит, получается, минус РБ На всем первом участке у нас одна и та же сила РБ А у нас РБ, где у нас там РБ? 4,8 Минус 4,8 кН Вот я сейчас быстренько эту иперу построю То есть на этом участке я и перу Q построил Она вся одинаковая, так сказать, прямоугольничка Момент, кстати, поставим пувку 1, чтобы не было путаницы Момент на первом участке Вот нас относительно, но теперь мы уже, когда выбрали правила знаков Выбрали точку, берем относительно вот этой точки Раз уж мы так принято Такое правило для определения моментов Теперь мы берем моментов относительно этой точки У нас РБ вращает туда же, куда указывается правило знаков То есть момент РБ положительный Поэтому получается И, кстати, больше здесь ничего нету Вот, между прочим, поэтому-то я и взял Начало корректировать отсюда Если бы начал отсюда, здесь бы был кусочек вот этой РА Я там еще подумал бы Итак, получается, что у нас с плюсом РБ РБ на Х Значит, формула получается Х-то переменной Ну, обычно в таких случаях вычисляют Я поставлю, чтобы места здесь хватило М на первом участке от нуля И, ну, это очевидно будет ноль То есть в этой точке будет ноль И М на первом участке Ну, так принято, чтобы потом легче было строить Вот конца участка А это у нас двойка От двойки Это сколько получается? 4,8 4,8, да? 4,8 на 9 9,6, да? 9,6 С плюсом, кстати 9,6 кН на метр 9,6 кН на метр Вот Вот мы получили Значение ипер На первом участке Можно сразу нарисовать эту иперу Ну, то есть я нарисовал кусочки этих ипер Это иперу К Перерезающих сил Это иперу моментов Ну, тут можно было заштриховать Значит, здесь у нас линейный кусочек иперы моментов Иперу моментов Здесь у нас просто прямоугольник Минус, как я показал, что это отрицательное значение У нас ведь тут минус Можно указать, что это запятая Так обычно пишут КН А эта запятая Это кН на метр Моменты Так Но тут после этого момента Начинается самое интересное Ради чего я эту лекцию решил записать Потому что Вообще говоря, расчет балки и построения иперу У меня такая видеолекция есть Вот где-то я там ссылочку Покажу Вот вопрос Как быть здесь? Вот если у нас равномерная распределенная нагрузка Там понятно, как все делать А здесь есть некая хитрость Такая Смотрите, мы делаем сечение вот здесь теперь Вот это я сечение уже нарисовал То есть вот это все отсекаем Вот это все Вот это все отсекаем Осталось вот кусочек Да, здесь надо нарисовать все до конца Давайте я нарисую РБ Она действует На этот оставшийся П действует П действует И вот эта часть К Вот максимальное значение Линейно распределенной нагрузки В месте сечения Обозначим QX Тогда Если мы пишем В соответствии с тем же правилом знаков Сюда Против часовой Сюда Q это вниз То надо знать Вот это значение QX Ну давайте мы так сделаем Вычислим Это вот QX То есть вот здесь у нас 12 Если посередине Это было бы 6 А вот в этом месте На расстоянии Как бы здесь написать У нас все Длина X Значит здесь у нас получается X-2 Здесь X-2 То есть вот этот Отсюда до сюда То есть тот кусочек Который у нас остался Здесь вот это Длиной X-2 Следовательно Можно составить пропорцию Смотрите как мы делаем Вот это Вот это QX Относится к X-2 Я запишу QX Неизвестное Относится к X-2 Как Вот это 12 Относится к 3 Кстати это получается 4 Это просто читать Равняется 4 Следовательно А знаете Я не буду писать 4 То потом будем Хотел в общем виде написать И даже не буду писать 12 Я напишу Q На 3 Тогда получается QX Это Q На X-2 На 3 Вот так Вот у нас что такое QX Запомнили это И пишем Теперь Значение Q На втором участке Значит это на первом участке Вот у нас Q на втором участке Q На втором участке Ну это опять По правилу знаков Все что вниз Я беру С плюсом Все что вверх С минусом Ну начинаем опять RB Кстати когда Тянешь Иперы Все время с одного конца Все время будет повторяться Ведь RB повторялось Да Потом здесь добавилось Еще и P Но P будет уже с плюсом Плюс P А вот этот кусочек Будет Да тоже с плюсом Плюс А что за кусочек Равнодействующая Вот эта вот треугольничка Это площадь Эта треугольника То есть 1 2 QX На X-2 Плюс 1 2 QX Уже Не Q Не Q А QX На X-2 Вот это равнодействующее Ну Можно подставить Значение Как я раньше Делал Только не в нуле А в начале участка То есть в двойке И в тройке Посмотрим Что получается В двойке И в тройке То есть Q На втором участке От двойки То есть в начале Ну и что получается у нас Я сейчас посчитаю Вот я эти вычисления проделал Смотрите Q от двойки Все оставлю Значение 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 А это пропадает Потому что при двойке Здесь 0 2 минус 2 Получается 2 и 8 А в конце В тройке Тут и вычитать не надо Не надо Вот это фактически То что мы считали QS 18 Потому что Здесь посчитаем Все Можете проверить QS Значит здесь все А я все-таки Написал 1 2 12 на 3 Но это ясно 18 Значит получается 15 и 2 Характерно Что это 15 и 2 В точности Сопадается Реакция опор Это как Свообразная проверка Вот вышли Здесь вот На это значение На это значение Реакция опор Ну С реперами Q Мы разобрались Значит Давайте построим Что сразу же Значит Если построить То Хорошо бы Вот эту формулу Записать В виде Квадратичной зависимости Потому что Вот эту Если Q Подставить сюда Здесь Здесь X минус 2 И еще X минус 2 Получается X минус 2 В квадрате Ну Давайте чуть-чуть Упростим Значит Получается Q На втором участке В виде формулы Это получается РБ У нас Ну это уже читали Минус 2,8 Минус 2,8 Плюс Одна шестая Одна вторая Значит Одна шестая Одна шестая Q Мы потом подставим На X минус 2 В квадрате Мне вот это важно Что это Видите Квадратичная зависимость Ну Потом подставим Здесь 12,6 Сокращается Ладно Главное Что получается Квадрат А это значит Что будет Получаться Парабола Парабола Получается Парабола Ну Естественно Парабола При X квадрат У нас стоит Знак Плюс А помните Когда Y равняется X квадрат Вот такая Парабола Да А минус X квадрат Вот такая Парабола Стало быть У нас будет Вот здесь Вот В этом значении Скачок Минус 2,8 Да Минус 2,8 Да Здесь вот было 4,8 2,8 Здесь поменьше 2,8 То есть нет Побольше По модулю 2,8 А здесь У нас получается Вот парабола Вот так Изокнутая Видите Здесь написано Плюс X квадрат Плюс X квадрат Ну Если здесь Возьмем Мы Значение Как обещали 15,2 Тут Где-то Так вот Надо Параболу Нарисовать Вот Что интересно Вот эта точка Пересечения Сейчас мы Вычислим Но не сейчас В течение Время Вот так Вот получается Где вот Вы видели Ипюру Q А здесь 15,2 Ипюру Q Которая Имеет Параболический Кусок Вот так В таких Задачах Это имеется Ладно Переходим К построению Ипюру M Вот много Исписал Уже Давайте Здесь Подместим Вычисление Ипюры M Ну Аналогично M На втором участке То есть Мы ищем Сумму моментов Всех вот этих Вот сил Включая Вот этот кусочек Распределенной нагрузки Относительно Вот этой точки Считаю Что Момент Направленный Против часовой С плюсом А по часовой С минусом Значит Rb у нас Кстати Помните Обещал Что будет повторяться Получается Rb на x Rb на x С плюсом Так Движемся Здесь Здесь Получается Rb в обратную сторону Минус Rb Вот на это плечо x минус 2 Минус Rb на x Минус 2 Сейчас Доходим Самого интересного Вот этот кусочек Этот треугольник Значит У него Где-то здесь На одну треть От x Минус 2 Находится Центр тяжести А значение Вот этого Равнодействующее Мы уже считали Где-то мы там считали Где считали Вот оно Да Значит Получается Мы сначала Напишем Значение Равнодействующее Да И знак Сразу напишем Знак Она будет Вот так Она вращает В другую сторону То есть Вот кусочек Одна треть От x Минус 2 Это плечо А значение Это Значит Минус Одна вторая Кубическая Кубическая Вот она Равна Не забываем На x Минус 2 Сейчас у нас Кубическая Зависимость Получится x Минус 2 Это равнодействующее Плечо Одна треть Я напишу, чтобы не удлинять, я напишу в квадрате, а здесь 1 треть. Потом мы здесь напишем 1 шестую, подставим, здесь все получается. Вот такая кубическая зависимость. Ну, опять считаем m2 в начале, в двойке. Ну, тут совсем просто будет. Это все пропадает, получается просто rb на x, а у нас это было 9,6. Ну, это пропадает в двойке, да? Кстати, здесь получается то же самое значение. Вот только в том случае, если в этом месте действует срочный момент, будет скачок в моментах. А иначе моментов скачка не будет здесь, все гладко. А здесь, кстати, скачок на куб получился. Почему? Потому что делал срочная сила. Между прочим, характерно, знаете, я сейчас вернусь к срочной силе. Вот когда мы движемся слева направо традиционно, то вот смотрим, как эта перерезывающая сила меняется. Вот вниз давит, и вот вниз она уменьшается, уменьшается, уменьшается. Заходят до этой точки. Резкий скачок за счет вот этой. Раз вниз, еще, еще ниже. Потом здесь ничего не происходит. Равномерно, равномерно, равномерно. Заходим до этой точки. И здесь вот это РБ кверху, скачок, опять скачок. Вот мы из нуля вышли, в ноль пришли. Еще раз повторяю, первый скачок за счет вот этого РА. Вот видите, скакнули на 15-2. Потом плавно спускались, распределенная нагрузка. Потом скачок сюда, потом ничего. Вот так вот. Хорошая проверка, кстати. Ну, еще повторяю, еще вот эта точка. Ладно, вернемся к моменту. Момент двойки вычислили. Но момент в двойке в пятерке, в конце, то есть типюра, в конце. У нас х2 и х5, два значения. Когда справедливо второй. Ну, это просто будет. Вообще говоря, не надо даже считать. Даже быть ноль. Если мы все делали правильно. Здесь у нас шарнир. Если была бы заделка, был бы момент заделки. Ну, проверка. Давайте проверим. РБ, РБ у нас 4,8. 4,8 на 5. 4,8 на 5. Да, 4,8 на 5. Это будет 24, кстати, да? Сразу же считаем. Потом минус П, это двойка. 5 минус 2 на тройку. Минус 1,2. А здесь мы берем фактически. Это равнодействующее, да? Это 18. 18. На 1, на единицу. Минус 1,2. А зачем 1,2, это написали? Минус 18 на 1. Ну, что, 24 минус 20 не сходится. Секундочку. А мы еще П взяли, да? Кстати, 24 минус 6 и минус... А нет, сходится, сходится, слава богу. Равно 0. Равно 0. Вот. Получается, что здесь у нас вот такая вот эпюра будет. Вот так, 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 так. И, кстати, но я неправильно, конечно, нарисовал. Почему неправильно нарисовал? Потому что там, где у нас будет эпюра Q обращаться в ноль, там будет экстремен. Поэтому немножечко сдвину сюда. Ну, я от руки рисовал, конечно. Если на компьютере строить... Кстати, на мэпле великолепно строится-то, перегиба тоже не будет. Перегиба не будет. Это будет парабола кубической, но перегиба не будет. Если хотите построить до конца, там будет еще вот такой экстремен будет еще. Короче, вот этот экстремен приходится на то значение, где Q равно 0. Ну, если приравняем это значение 0, можем найти эту величину. Ну, что, вычисляем производную, да? Вычисляем производную. Хотя, здоровье стандартное, видите, а у нас есть дифференциальная зависимость, да? Помните, у нас была такая Q равняется dm по dx. Поэтому не надо вычислять производную. dm по dx. Если мы вычислим производную от этой функции, то мы получим точность вот эту. Поэтому просто я беру и приравниваю вот это значение 0. То есть, я сейчас красненьким выделю, что мы, какое квадратное уравнение будем решать. Вот. Вот. Это квадратное уравнение будем решать. То есть, я поставлю здесь 12, сокращается 6. То есть, получается минус 2,8 плюс 2 на х минус 2. В квадрате, о, хорошо, решается, здесь не надо просто перенести. Получается 1,4. х минус 2 равняется корень, плюс-минус, конечно, корень из 1,4. Вот 2,8 плюс 2 на 2. 1,4, понятно, да? Излег, перенес. Ну, получается два значения. х равняется первое. Но, сейчас я подставлю значение, я уже считал. У меня одно получается 0,8. Другое одно значение 0,8. А другое значение получается 3,18. Но 0,8 выходит за пределы области определения. Ведь мы считали вот в этом месте, когда х меняется от 2 до 5. От 2 до 5. Мы вот эту точку искали. От 2 до 5. Стало быть правильное значение вот это 3,18. Теперь это 3,18 ставим быстренько вот сюда. Я вот так поставлю сюда. И вычисляем значение m. m на втором из частки, конечно, от 3,18. Ну, получается, сколько там получается? 11,8. 11,8. Вот это важное число 11,8. Кило, ньютон, метр. Нет, здесь не пишется, у нас уже написано. 11,8. Вот по этому числу обычно подбирается сечение. Ну, там надо приравнять. Момент сопротивления. Характеристикам, соответствующие там двутавра или... Ну, это же отдельный вопрос, когда подбираем сечение по значению момента. Такая, по-моему, лекция у меня была. Можете посмотреть. Ну, собственно, все. Ну, что можно еще сказать? Вот, скажите, а хорошую задачу я решил себе. А тут все треугольнички. А если будет не треугольничка, а трапеция? Тут есть свои хитрости. Вот смотрите. Ну, это уже нам не нужно все, да? Я, пожалуй, здесь вот садру. А если у меня будет дана трапеция? Что в этом случае делать? Есть хитрость. Так называемая фиктивная нагрузка. Ну, допустим, в каком-то месте у меня вот такая распределенная нагрузка. Здесь дано, в таких нагрузках дается два значения. Ку-1 и Ку-2. Ну, допустим, это вот задано Ку-1, а это Ку-2. Вопрос. Как здесь, что искать центр тяжести трапеции или раскладывать на две части? Можно и так, конечно, если хотите помучиться, то, пожалуйста. Есть великолепный способ. Великолепный способ. Называем фиктивной нагрузкой. Продлеваем сюда вот. И добавляем. Ну, конечно, это все вниз, да? Это сейчас принципиально вниз, 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 вниз. Добавляем нагрузку вниз. А дальше, ну, так называемая фиктивная нагрузка. А здесь вот с обратной стороны. Такую же, но вверх. Ну, естественно, эти две нагрузки друг друга уничтожат. Зато у нас, получается, два треугольника. С этим треугольником технология у нас отлажена. Мы напрямую Ку-Х, потом из пропорции находим. Значит, Ку-Х, все решаем. С этим то же самое. То есть, вообще говоря, когда решаете задачу не вручную, а по какой-то подпрограммке, поэтому можно составить под программку вычисление, там, построение пюрые моментов по треугольнику. Ну, такой способ нехитрый. Ну, и, конечно, еще. Почему я выбрал на начало кондината на этом конце? Да потому и выбрал, что если мы будем двигаться отсюда, то нам пришлось бы вот так рассечь, да? Вот так рассечь. Так, кстати, сейчас правила знаков напомню. А то кое-кто забыл правила знаков. Вот здесь я нарисовал правила знаков, да? Правила знаков забыл для другой части, для левой части. Мы для правой части нарисовали. А для левой части аналогично, но в точности наоборот. Значит, если у нас берем левую часть и здесь делаем сечение, вот эта балочка, там какие-то нагрузки, неважно. Ну, давайте уж, раз мы взяли вот так вот, вот так вот взяли, вот это будет qx, q с значком x, вот. То правило знаков будет с точностью наоборот. То есть у нас q будет вверх, q не, еще я повторяю, не реакция опор, а правило знаков, q с плюсиком. А это будет, если видите в эту сторону, это будет вот так вот, вот так вот по часовой стрелке. А там было против часовой стрелки, m+. Так вот, если мы по наивности, по неопытности взяли бы начало координации и пошли бы сюда, то это была бы проблема. Конечно, можно сделать с помощью таких нагрузок, но они выходят сюда. Ну, в общем, зачем делать, когда можно сделать с нужной стороны, делать сечение, с нужной стороны выбирать начало координаты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.